Вы когда-либо задумывались, откуда эти правила стиля появляются? Ответ – это всё иллюминаты стиля. Это Аарон Марина, Рафаэль Шнайдер, Хосе Зунига, Алекс Коста и Хьюго Джакумет. Они приносят в жертву пару туфель с квадратным носом и получают новое правило стиля каждый год. Вам не надо следовать правилам стиля, чтобы выглядеть хорошо. Чуть сносит крышу. Я-то думал, что правила основаны на логике. Правила стиля, они больше как руководство, но им не всегда надо следовать. По факту, когда вы понимаете логику правил, то вы можете их нарушать. Итак, первое правило, которое я бы хотел рассмотреть, на первый взгляд звучит очень хорошо. Носите только ту одежду, в которой вы чувствуете себя на 100% уверенно. И вправду звучит как хорошее правило, не так ли? Если вы только начинаете, то я настоятельно рекомендую следовать этому правилу. Но когда вы уже набрались опыта и умеете комбинировать вещи, то будут возникать ситуации, когда вы будете сомневаться в выборе. И в этом случае вы можете надеть эти вещи, но вам нужно научиться в них ходить. Но не на людях. Носите эти вещи по дому, привыкая к ним и вырабатывая уверенность. Понимаете, есть разница между неудобной вещью и непривычной. Часто, когда вы делаете что-то в первый раз, когда вы переступаете через себя, то это может ощущаться непривычным. Это не означает, что это плохо выглядит или что на вас это плохо смотрится. Просто вы к этому не привыкли. Это как пойти в зал, особенно если вы там год не были. Но после 20-30 тренировок это становится частью вашей рутины и уже очень странно будет не пойти в зал. Может вы хотите начать носить спортпиджак более яркой раскраски, или начать пользоваться карманным платком или необычными духами. Чтобы это не было, практикуйте это сперва самостоятельно, а затем уже можете выходить в люди. Вы будете чувствовать себя увереннее. Следующее правило, которое можно нарушить. Каждый мужчина должен обладать уникальным ароматом. Это правило имеет значение, если вы только начинаете, потому что многие парни не пользуются духами ежедневно, а это выработка привычки. Вы учитесь тому, как духи могут вызывать реакцию. Да, понятно, что вы моетесь в душе и пользуетесь антиперспирантом, потому что вы не хотите дурно пахнуть. Но когда вы хорошо пахнете и люди это помнят, то это отличная вещь. Но вот в чем дело, вы выбрали себе уникальный аромат среди всего трех видов. А если на чистоту, то скорее всего самый дешевый вариант, который набрал больше всего положительных отзывов. Это неплохо, но все же есть очень много других опций, которые можно попробовать. Запахи это, пожалуй, наши самые неиспользуемые чувства. Потому что мы можем уловить миллионы различных комбинаций и молекул, и все это имеет значение. И не надо много тратиться. Найдите то, что откликается в вас, когда вы об этом читаете, и можете попробовать сделать покупку вслепую. Следующее правило, которое можно нарушить, комбинируйте металлы и кожу. Посмотрите на эти часы. Видите, как золото комбинируется со сталью и серебром? Даже синим циферблатом. Это красивые часы, и они служат доказательством того, что разные металлы можно комбинировать. А как насчет совмещения обуви с ремнем? В общем, они должны быть рядом, но это не обязательно должно быть идеальное совпадение. А стараясь подобрать цветной ремень под обувь, вы можете выглядеть как клоун. Да, иногда может быть так, что вы хотите надеть обувь цвета отличного, от цвета ремня. Как нарушить это правило? Вот пример. Лето, чиносы. Такая комбинация будет смотреться. В другом случае, когда цвета близки, и в этой комбинации обе вещи кэжуал, такая пара тоже будет сочетаться. Следующее правило, которое вы можете нарушить, правило часов. Обычно, когда вы надеваете костюм или пиджак, то, скорее всего, вы подбираете вечерние часы. Простые минималистичные часы с кожаным ремешком. Лично я надену дайверские часы. Мне нравятся дайверские часы. Да, я знаю, у меня есть целая инфографика, где показывается, что дайверские часы слишком кэжуал формат для костюма. Но если вам нравятся дайверские часы, или авиаторские часы, или походные часы, то вперед красуйтесь тем, что вам нравится. Да, вы можете сказать, что эти часы громоздкие и тяжелые. Они могут быть слишком толстыми, а цифры большими. Но, господа, вам нравятся эти часы. Вам нравится, как они выглядят. С ними вы чувствуете себя увереннее. Так что носите их спокойно, даже если это G-Shock. Следующее правило. Мужчина не должен носить ботинки с костюмом. Да, может, это не самый лучший выбор, но вот эти, они прекрасны. Наденьте их с костюмом, и вы свернете пару шей. Эта пара у меня в руке. Вот такие ботинки под фланелевые брюки со спортпиджаком. Отличная комбинация. Говоря о костюмах, еще одно правило, которое можно проигнорировать. Носите костюм с галстуком. Это обязательно делать. Да, если у вас собеседование в консервативной компании, все присутствующие будут в костюмах с галстуками, вы тоже хотите продемонстрировать, что вы часть команды, вы понимаете эту культуру и хотите быть частью этого. Но если вам просто нравится носить костюм, и это более-менее casual компания, почему бы не покрасоваться в костюме или пиджаке? Вам не надо надевать галстук. Вместо него может быть украшение или карманный платок. Покажите, что вы разбираетесь в стиле, что вы обращаете внимание на детали, но галстук носить не обязательно. Следующее правило, которое можно отвергнуть. Мужчина не должен носить розовое. Серьезно, откуда это пошло? Если взглянуть на историю, мужчины носили розовое. Но как-то это все изменилось, и установились правила, что розовое девочкам, а голубое мальчикам. И так получилось, что у мужчин остался довольно ограниченный выбор среди розовых вещей, что на самом деле печально для хороших телосложений. Потому что если у вас темная кожа или контрастные черты, если вы постарше, то розовый наоборот может облагородить вас. Мне нравится розовый цвет, особенно в рубашках. Вы можете украсить образ аксессуарами. Суть в том, что можно поэкспериментировать с этим цветом. Розовый действительно недооценен. Мужчина сочетает носки и брюки. Нет, это не так. Можно надевать какие угодно носки. Идея в том, что данное правило было сделано для того, чтобы не разрушать линию ноги. Потому что мужчине не надо было привлекать много внимания к себе. Но сегодня это хороший способ, чтобы повеселиться и показать стиль. Сейчас как раз много разнообразных носков. Какое видео смотреть дальше? Как насчет этого? Как правильно носить туфли с джинсами? У вас есть и то, и другое. Но как правильно это комбинировать? В этом видео я вам все объясню. Переходите по ссылке.